Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Никитина, и я приглашаю вас присоединиться к разлучиванию новой песни. Возможно, по моему аксессуаров вы уже догадались, как будет называться эта песня. Ну, конечно, это «Синий платочек». Музыку к этой песне написал польский композитор Ежепетербургский еще до войны, в 1940 году. А первый текст, потому что именно с ним она получила первое распространение, написал Яков Гольденберг, который публиковался под псевдонимом Галицкий. Музыка сразу нашла дорогу к сердцу слушателей. Именно первую редакцию этой песни исполняла Лидия Русланова. А в это время молодая певица Клавдия Шульженко вместе со своим мужем и созданным им джаз-оркестром, так же, как и многие артисты того времени, ездили, давали концерты по различным фронтам. И вот в феврале 1942 года Клавдия Шульженко давала концерт на Волховском фронте. Там велась оборона легендарной дороги жизни на Ладожском озере. И к ней подошел молодой лейтенант, который должен был писать отчет в газету об этом концерте. Это был Михаил Максимов. И по воспоминаниям, в чем-то, конечно, это мы со словами информации, но вот волнующийся молодой солдат подходит к певице и робко передает ей листок с текстом, с новым текстом к этой песне. Искренние строки так ее тронули, что уже вечером того же дня Клавдия Шульженко исполняла песни Ежи Петербургского на стихи Михаила Максимова. Буквально через две недели новый вариант песни звучал на всем Волховском фронте, а через два месяца ее знала вся передовая и весь «ты». И сегодня песня продолжает жить. Она стала символом всех женщин, которые ждали своих солдат, хранили очаг детей, работали в тылу и сохраняли веру в мир и светлое будущее. Так уж сложилось, что с этой песней связано много историй, музыкальных и человеческих. Одна из них связана с исполнением этой песни Лидии Андреевны Руслановой. С приходом новых технологий стало возможно записать, возродить запись, которая была сделана этой песней еще в годы войны. Но она исполняла немного другой вариант. Тот, который мы сегодня будем разучивать, наиболее известный нам – это синий платочек в исполнении Клавдии Шульженко. А помогут нам сегодня девушки из партии Сопрано Академического хора Центра культуры Родины – Ирина и Катюша. Ну что, дорогие, приступим? Ну и давайте посмотрим основные особенности этой песни. Во-первых, она написана в популярном военное время жанре песен – это вальс. То есть считать мы будем раз-два-три, раз-два-три. Он довольно подвижный. Мы увидим как элементы кружения, характерные для вальса, так и делающие эту песню такой особенной, такой неповторимой. С одной стороны, мотивы порыва, сильных чувств, а с другой стороны, тихие, интимные, нежные мотивы с тухом. Часто можно услышать, что песня исполняется под аккомпанемент гармонии. Тональность у нас этой песни – ре минор. Будет при ключе стоять си виной. И характерная нотка, которая будет у нас встречаться – это ре минор гармонический до диез. Он будет подчеркивать стремление мелодии к нашей тонике. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Первая фраза состоит из двух мотивчиков. Один нисходящий, установочка на нотке ре. Вторая фраза, наоборот, восходящая. Мы охватываем сразу диапазон довольно широкий, потому что она тоже будет с остановочкой на ре, но уже на октаву выше. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Вторая фраза. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Первый ее мотив захватывает мелодическую вершинку. Вот это нежная женская полетность. Ты говорила, что не забудешь. Очень лирический восходящий ход и мягкое закругленное окончание. И завершается поступенным нисходящим движением к тонике ре. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Третье предложение. Самое такое драматургически сильное, я бы сказала, потому что оно построено на перекличке двух голосов. И дальше дуэтное такое звучание. Но я специально сыграла нижний голос пониже, чтобы было лучше слышно. Вот это взаимодействие двух голосов. Такая перекличка. Словно эхо вторит второй голос. Но сейчас мы смотрим именно первой. Здесь важно додерживать нотки. Длинненькие, чистенькие. Порой ночной мы распрощались с тобой. И четвертое предложение. Мелодически очень похоже на второе. Меняется буквально три последние нотки. Но меняется характер. Меняется само плотное звучание. Плотное звучание компонента. Потому что другой текст. Нет больше ночек. Где ты, платочек? Милый, желанный, родной. И обратите внимание, как завершается нисходящий ход. В отличие от второго предложения. То есть у нас, можно сказать, такая арка между вторым предложением и четвертым. Но четвертое звучит совершенно в другом характере. Композитор предлагает сделать репризу последнего предложения. Реприза в музыке – это точный повтор музыкального фрагмента. Нет прежних ночей. Где ты, платочек, милый, желанный, родной. Нет больше платочек. Где ты, платочек, милый, желанный, родной. Ну вот, дорогие друзья, мы посмотрели с вами сегодня «Синий полоточек». Я еще раз благодарю девушек-иллюстраторов, которые нам сегодня помогали в разучивании этой песни. Я благодарю вас за внимание. Хотите петь? Пойте с нами. Поехали. Спасибо. Поехали. Спасибо.